На выходе из подземки люди вынимают наушники, смартфоны заглушили звуки труб и барабанов. Это музыка, которую каждый узнает с первых нот. Отливающие золотом трубы парадная форма, оркестр Нижегородского главка уже не первый раз дает концерт на площадке перед входом в метро Горьковское. Они играют в честь Дня Победы, посвящая свою музыку всем погибшим и выжившим в той войне, и детям, внукам, правнукам, потому что нет ни одного человека, который бы не знал или забыл. Останавливаются и снимают на телефоны. Кому-то повезло оказаться в лучшем с точки зрения обзора. Вместе в соседних домах и офисах подкрывали окна. От хмурого утреннего настроения не остается и следа. Такое сначала грустное, а здесь такая приятная музыка, бодрис, да, и очень здорово на самом деле, почаще бы так. На целый день заряжает, и сразу чувствует атмосфера праздника. Очень приятно с утра идти на работу. И очень сразу весело, праздничное, на душе, все хорошо. Сильный ветер чуть не сносит ноты с пюпитров, но пронизывающий холод музыканты, кажется, даже не замечают. У нас такая музыка, она нас греет. Музыканты в полиции – обязательные штатные единицы. Они играют на всех внутриведомственных торжествах, чередуя репетиции со строевой подготовкой. И вот откуда у дирижера такая выправка. Но все-таки они музыканты и ждут зрительского признания. Он положительно реагирует на наше выступление, естественно, нам льстит, стимулирует наше дальнейшее и процветание, и развитие. День Победы скомандует дирижер. Без этой песни не обходится ни одно торжество по поводу 9 мая. А когда-то эту мелодию не пропустили на телевидении «Цензоры». Музыку написал композитор Давид Тухманов к 30-летию Дня Победы. В то время музыкальную политику государство определяло руководство Союза композиторов. И военную музыку могли написать только увенчанные лаврами их композиторы. Они очень резко высказались о смелости Тухманова. Как может автор этих глаз напротив, как прекрасен этот мир, сочинять мелодии на такие государственно важные темы? Лишь в конце 75-го, когда День Победы исполнил Лещенко, ее стала петь вся страна и исполнять оркестры многих стран мира. Ксения Доринова, Алексей Заводов, Объективно, ННТВ.